Лекция, прочитанная в Барате Видеабхаване, Его Божественной Милостью Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, 18 октября 1973 года в Бамбе, Индия. Шриман Нандаджи, дамы и господа, уже долгое время ощущается недостаток сознания Кришны. Прежде чем начать это движение, я пытался обратиться к многим друзьям в Индии. По-моему, я как-то обращался к покойному мистеру Мунши, который был тогда губернатором Утар-Прадеша. Я просил, чтобы каждый послал сына из семьи, чтобы я мог воспитать этих юношей, настоящих браманов. Дело в том, что нынешняя система образования воспитывает шудр. На самом деле есть две дхармы. Пашудхарма и Манавадхарма. Пашудхарма — это еда, сон, сексуальные отношения и защита. Это пашудхарма. Ахара-нидра-бхая-майту-нам-ча. Еда — это важная потребность. Постарайтесь понять, что такое дхарма. Дхарма — это то, что нельзя оставить. Не думайте, что дхарма — это то, что сегодня можно принять, завтра отвергнуть и следовать чему-то другому. Нет, это не дхарма. Дхарма — это естественное, присущее объекту свойство. Например, дхарма сахара — это быть сладким. Дхарма чили — быть острым. Змея кусает, жалит — это ее дхарма. Вода жидкая — это ее дхарма. Камень твердый — это его дхарма. Это нельзя изменить. В чем же состоит дхарма живых существ? Или человека? Шри Чайтанна Махапрабху Так сформулировал дхарму человека. Это дхарма. Каждое живое существо является вечным слугой Кришны. Оно не может отказаться от этого своего положения. Если оно не служит Кришне, ему придется служить Майя. Но служение будет. Никто не может сказать, «Я никому не служу». Есть такой человек, кто мог бы смело утверждать, «Я никому не служу». Вы обязаны служить? Это ваша дхарма. Становитесь ли вы христианином, или мусульманином, или индусом, тем или этим, ваша истинная характеристика, ваше истинное свойство — это служить. Когда мы неправильно понимаем это свое свойство служения, направляя его на Майю, мы несчастны. Если же мы направляем это на Кришну, то мы счастливы, но служение мы обязаны совершать. Это ваше положение, вы не можете стать хозяином, господином. Даже политики обещают, «Я буду служить вам. Пожалуйста, проголосуйте за меня». Они обещают, что будут служить народу, потому что они обязаны это делать. Это определение дал Шичитане Махапрабху. Истинное, изначальное свойство живого существа — служить Кришне. Это подтверждается в Бхагавадгите. Кришна говорит, «Мамай вамша, Джива Бхута, все эти живые существа являются моими неотъемлемыми частицами». Постарайтесь понять, в чём состоит долг неотъемлемой части. Допустим, палец является неотъемлемой частью моего тела. В чём его долг? Палец должен брать пищу, приготовить эту пищу и класть её в рот. Сам по себе палец не может наслаждаться. Он должен давать пищу, желудку. Точно так же, если мы являемся неотъемлемыми частицами Кришны, мы не можем наслаждаться чем-либо, напрямую, не давая это Кришне. Таков наш долг. Кришна также сказал в Бхагавадгите, «Ради чего приходит Кришна? Неужели Он приходит, чтобы установить индуистскую дхарму или мусульманскую дхарму или христианскую? Если Кришна — верховная Личность Бога, зачем Ему интересоваться какой-то определенной дхармой — индуистской, христианской или исламской? Нет. Поэтому, дав наставление, дав всю Бхагавадгиту, в конце Кришна говорит, «Арджуна, выслушай самые сокровенные мои наставления, сарвагухятамам». И это «сарвадхарман паритьяджа мамы камшаранавраджа». Это дхарма. Если вы не преданы Кришне, Богу, ваша дхарма не имеет смысла. Она бесполезна. Когда в конце своих наставлений в Бхагавадгите Кришна дает определение дхарме, «сарвадхарман паритьяджа мамы камшаранавраджа». Если человек понимает этот момент, то он начинает свою Бхагаватадхарму. Прохлад Махарадж сказал, «Ковмара, с самых первых детских лет необходимо учиться дхарме, особенно Бхагаватадхарме, отношениям с Богом». Точно так же в другом месте сказано, «сарвадхарма, ято бхакти радхуххаже, ахуитуки апратията, джена Атма супрасидати». «Джена Атма супрасидати». «Саваипунжааг пародхама» «Саоэпунжааг пародхаму» – это типом религиозных систем. «Самые лучшие из религиозных систем это та, которая позволяет научиться любить Бога. Это дхарма. Все остальное не дхарма. Это пашу дхарма. Нандаджи придумал очень хороший термин — манова дхарма. Манова дхарма — в чем разница между манова и пашу? Разница в том, что человек ест, животное ест. Человек спит, и животное спит. Человек занимается сексом. Животное занимается сексом. Человек также старается защищаться, и животное делает то же самое. Эти четыре принципа дхармы — телесные потребности жизни — одинаковы как для человека, так и для животного. Если вы изобретете какие-то очень вкусные деликатесы, это еще не делает вас продвинутым, цивилизованным. Нет. Это просто еда. В чем же разница между манова дхармой и пашу дхармой? Манова дхарма означает учение Кришны. Это манова дхарма. Помимо этого, все остальное — пашу дхарма. Пашу дхарма. Поэтому Бхагавата говорит, «Все дхармы основаны на обмане вышвырнуты из Бхагавата дхармы». На самом деле, если вы заинтересованы в следовании манова дхармы, вы должны обратиться за наставлениями к авторитетам. Не нужно придумывать дхарму. Это невозможно. Вы не можете придумывать свою дхарму. Дхарма — это свод законов, данных Богом. Это дхарма. Так же, как закон вводит государство. Вы не можете придумывать закон у себя дома. Это невозможно. Никто не будет ему следовать. Никому не будет до этого дела. Например, у вас есть правило ездить по левой стороне проезжей части. Вы можете сказать, «А почему не по правой?» Вас тут же арестуют. Вы станете преступником, потому что это закон государства. Если вы сами что-то придумываете, какая разница? В некоторых странах, в Англии, едут по левой стороне дороги. Здесь, в Индии тоже. В Америке — по правой. Это может меняться в зависимости от страны. В разных странах разные законы. Но закон — это то, что даёт государство, правительство. Точно так же, дхарма — это то, что дано Богом. Вы не можете придумывать дхарму. Она неприменима. Поэтому Кришна говорит, Верховный Господь говорит, «Я не схожу. Что такое глани?» Когда человек забывает о Кришне, о Боге и придумывает свою религию, пашу-дхарму, он не может быть счастливым. Это невозможно. Если вы придумываете собственные законы, вы не можете быть счастливым. Вы должны подчиняться законам государства. Аналогично, что такое закон Бога? Это дхарма. Никакой человек, никакой полубог, никакой даже святой не может придумывать дхарму. Нет. Дхарма — это то, что даёт Верховная Личность Бога, о чём он говорит в последнем наставлении, в Бхагавадгите. И на самом деле это происходит по всему миру. С тех пор, как мы представили эту дхарму, служение Кришне, мы наблюдаем просто чудеса. У нас есть филиалы по всему миру. Здесь вы увидите некоторые из этих примеров. Эти люди, европейцы, американцы, канадцы, повторяют мантру Харе Кришна. У нас есть отделение даже в Иране. Среди нас есть мусульмане, христиане, африканцы. Все принимают эту дхарму. Это движение сознания Кришны. Поэтому Шичайтанья Махапрабу сказал так. по всему миру пушует пожар безбожной цивилизации, абсурдной цивилизации. Мы должны остановить это. Тогда вы будете счастливыми. Вы не можете стать счастливым без Бога. Это исключено. Поэтому если вас действительно интересует распространение дхармы, примите принципы Бхагавадгиты как стандарт. Бхагавадгита, как она есть. Не нужно пытаться интерпретировать это как-то по-модному. Это значит это, то значит то. Нет, Кришна значит Кришна. Кришна сказал «Мой дорогой Дхгнанджа, нет, истины выше меня». Вы должны это признать. Кришна говорит «МАМЕ МАЖА ПРАПАДДАНТЕ, МАЯ НЕ ТАНГА ТАРАНДИТЕ». Вы должны это признать. Кришна говорит «МАНМАНА БХАБАМАДБХАКТА, МАДАЯДИ МАНГА НАМАСККУРУ». Вы должны это признать. Тогда вы обретете успех. В противном случае вы просто в пустую тратите время Шрама ЭВАХИ КЕВАЛАМ. ДАРМА СХАЛА СХИТАППУМСХА ВИЩАК СХЕНА КАТАСУЖА НУТПАДА ЭДРАТИГИ СХРАМА ЭВАХИ КЕВАЛАМ. Вы можете следовать вашим так называемым ДАРМАМ. Но если это не помогает вам постичь Бога, вы бессмысленно тратите время. Это бесполезная трата времени. Так на самом деле БАРАТА ВАРША это земля ДАРМА. Даже один человек из коммунистического Китая написал одну книгу, получившую высокую оценку в Нью-Йоркском университете. И он говорит в ней, если вы действительно хотите понять, что такое ДАРМА, вы должны отправиться в Индию и учиться этому там. У нас есть эти возможности. Чайтани Махапрабху говорит «Ярма-схар-тхак-кари-каро-паро-гукха». Каждый, кто родился человеком на земле БАРАТА ВАРШИ, прежде всего, должен стать совершенным и распространять знания по всему миру. Это пара-пакара. Итак, я обращаюсь к вам с просьбой. По всему миру ощущается великая нужда в движении сознания Кришны. И сейчас это лежит на плечах одного человека. Если такие люди, как Нандаджи и другие, ядьяда чарати шешта лога стадану вартате. Нандаджи один из шешта векти Индии. Он был министром в центральном правительстве. Сейчас он в отставке. Но он такой же, как и прежде. Я так был рад, когда получил его книгу. Я подумал, ну, по крайней мере, один человек в Индии думает о том, что Индия так деградировала. Меня это очень вдохновило. Ведь я был так расстроен, так разочарован, думая, что не осталось в Индии настоящих людей, ибо они забыли о Кришне, забыли о Боге. Теперь я вижу, что еще есть. Я попрошу Нандаджи воспользоваться этим традиционным путем, предписанным в Бхагавадгите. тогда вам будет сопутствовать успех. Не только Нандаджи, всем. Пример уже есть. Я проповедую по всему миру Бхагавадгиту, как она есть. Не подумайте, что это какая-то модная интерпретация. Нет. Как она есть. И люди принимают это знание. Почему не в этой стране? В этой стране сознание Кришны естественное. Оно не является чем-то искусственным. Соот рождения здесь люди сознают Кришну. Искусственно их ограничивают в этом. Их побуждают забыть о Кришне. Эту никуда не годную дхарму нужно остановить. Примите Кришну, Верховной Личностью Бога. Его признают по всему миру. Почему не в Индии? Почему вы поддерживаете соперников Кришны? Не делайте этого. Воспользуйтесь этими наставлениями Бхагавадгиты. И вам будет сопутствовать успех. Если вы что-то придумаете, успеха не будет никогда. Я вам говорю. Итак, у нас есть стандарт. У нас есть наставление. У нас есть все. Почему мы должны что-то придумывать новое? Махаджина Яна Гатах Сапанта. Таков наш путь. Тарко Апратиштханам Споры не приведут нас к сокровенным аспектам дхармы. Шутайо Вибинна Если вы изучаете веды, это тоже Сам Яджурик Адхарва. Вы будете сбиты с толку. Человек не является философом или муни, если он не выдвинет отдельной теории. Вот сейчас мы это наблюдаем. Поэтому как знать, в чем предназначение дхармы? Об этом сказано так? Просто следуйте, постарайтесь следовать за Махаджинами. Кто может быть лучшим Махаджином, чем Кришна? Есть ли в этом мире тот, кто может дать наставления лучше, чем те, что дал Кришну? Более благотворные? Нет, такого нет. Поэтому воспользуйтесь этим принципом Бхагавадгиты, как она есть, этими наставлениями Гиты, наставлениями Кришны, и постарайтесь им следовать. Вы обретете успех не только в Индии, но и по всему миру. Таков мой практический опыт. Спасибо вам большое.